так все ребят я здесь ошибка тифеля было ломиться конечно на 2 базу ему нужно третью было сначала убивать тогда бы смута прирост не смог бы его окружить бы так вот возможно тогда бы исход был другой там очень все на волоске висела стрейдж против лая сейчас начинается финал в брали по немножечку сейчас охот создам переименую стрим задержку снизил до минуты сейчас я появлюсь у вас очень скоро ну что сумеречные башни первая карта ждем ответа власть что он готов голосовалку я думаю что запилит кто-нибудь опять что лаги вернулись нечто в конце как я свой стрим рубил как будто там какие-то артефакты шли мне показалось надеюсь что не вернулась там эта хрень а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения, отвлекся ненадолго... Всем все отписал... Стрэндж против Блая бьется... Сделал стоп-старт... Здесь у нас пул на мейне газ... Три хаты пул билд у Блая... У Стрэнджа что? У Стрэнджа... Гейт нет... Стандартный билд был более чем у Блая... Но Блая подстраивается под Стрэнджа... Стрэндж играет ну очень сейфово... И вот эта построечка... В итоге вкатывает... Хорошо рабочих отконтролил... Точку сбора можно и нужно уже ставить... На вторую базу Стрэнджа... Чуть пробок... Не надо вот этой хрени хеппичи... Как делает... Нужно по КДшечке просто заказывать... Чтобы две вот так вот было... Не надо пытаться заказать ее... Идеально в тайминге построить... Потому что ты там даже какую-нибудь... Долю секунду завтыкаешь... В итоге суммарно это вылится... В одного рабочего и более... Так, здесь добыча начинается... Точка сбора... Точку сбора сюда надо ставить... Чтобы ближние начинали добываться сразу... Стрэндж не ставит... Косячки небольшие я считаю... Такое нужно контролить... У Блая нет газа при этом самое интересное... Он халявит вообще по максимуму сейчас... Значит Стрэнджу нужно... Вот когда такую хрень видишь... Нужно отвечать третьим нефтусом пораньше... Ну что... Форжа у Стрэнджа... Твайлайт пока нет... Третий Нексус он ставит... Третий Нексус получается... Очень ранний будет... 40 секунд... Ну на 3 почти... Так... На 3.15 поставил... Вообще один из самых ранних... Третий Нексусов... Сейчас был со стороны Стрэнджа... У Блая Роуч Ворон... У Блая нету Лейра... Ну пушить точно Стрэндж не стоит... Я не понял... Ну... Я думаю... Ну что... Так... Зачем так делают? Ну... Хэфи раньше строил по одному рабочему... И... Пытался идеально в таймингах заказать... В итоге из-за контроля были в тыке... И Парабам оставал всегда... Вот... Зачем так делают я не знаю... Так делать не надо... Ну что... Здесь у нас ГАЗ начинает Стрэнджа добивать... 16 пробок на... Второй базе на минералах оказывается... Не идеально распличено... Здесь три... Здесь одна на ближней... Ну ладно... Это там мелочи все... Уже баз много... Уже контроля... Тоже достаточно много стало... Поэтому тяжело... Блай собирается... Оооо... Королева Роучи... Без мула пошли... Офигеть... Кстати говоря... Это... Опасный пуш сейчас идет... Роба не успевает доделаться... Похоже что пуш Блая сейчас вкатит... Видит Стрэндж Королев... Фаржа есть... Вот сейчас Фатонок надо просто... Да какие пилоны Фатонок 5 штук заказывай сейчас... Ну почему не... Я не знаю... Минералов до хрена... Ну какие пилоны-то... Блин... Здесь нету энергии... Блин... Почему Фатонки не строят в Лотве никто... Я просто не понимаю... Ну и что пилонов-то хоть 200 поставь... Если был бы оверчаж за 25... Вот... Тогда бы другой вопрос... Но оверчажа-то больше этого нет... Приходят королевы до роучей... Трансюзы кстати Стрэндж хорошо очень выманивают... Реводжеры где-то сзади подходят... Трансюзов не так уж много остается... Роба почти готова... Оверчажи пошли... Хорошие оверчажи сейчас от Стрэнджа... Они достают до Блайовских юнитов... Один оверчаж не выставил... Все... А были... Представьте... Здесь были бы еще Фатонки бы... Это Стрэнджу ничем бы вообще не вредил... Ну... Представляете сколько ресурсов... То есть Фатонки бы... Они могли бы быть... Ничему не повредив здесь... Количество юнитов... Я не знаю... Количество пилонов... Блин... Фатонки ставить надо... Прям пригорело что-то у меня... Вот реально... Видишь ты... Уверчажи... Уверчажи... Но Фатонок-то не... Ну я не знаю... Но... Уверчажи не бесконечны... Это 1-0... В пользу Блая... Стрэнджа пилонов добавляет... Ведь все было великолепно... Прими этот пуш... Ну а что говорить... Пуш очень сильный... Пуш очень сильный... Тут ничего не поделаешь... Стрэнджа... 1-0... Блай... Лирилак... Вторая карта... Забывает в Лотве... Что форжа есть... Такое слово... Вот... А есть форжа... Значит есть Фатонки... Есть Фатонки... Вот... Причем... Против такого пуша... Нужно ставить сразу их штук 5... Да... Там фаербула... Но в любом случае это дэмэдж... Поехали... Вторая игра... Но еще не вечер... То есть... Ты ставишь на 3-15... Третий нексус... Это один... Это один из самых ранних просто нексусов... В самых ранних... И... Естественно... Экономика просто колоссальная... Ты даже можешь там потеряв часть рабочих... Да хоть даже всех на 3-м нексусе... При таком пуше... Если ты отбиваешься... Ты просто... Как... Козырной валет... Просто... Козырной туса... Короче говоря... Ты в плюсе... В любом случае отстаешься... Вот... Но... Для этого нужно отбиться... Даркшайн... Ну... Даркшайн... Ну... Конечно бы помог бы... Но тут не только... Даркшайн помог... Сто процентов... Я уверен... Будь там 5 фотонов... Стрэндж бы мог отбиться... Вот... Почему 5? Да можно даже и больше успеть заказать... Но из пуш идет... У тебя фаржа... У тебя плюс... Грейд делается... Но очевидно... Что если выход с королевами... То там... Нет технологий... Да... Там у Зерга 3 база... Он сможет заказать дронов... Четвертую хак ставить... Но технологий нет... Грейдов нет... То есть... Ты на 3 сидишь... Ты по-любому... Хорошо себя чувствуешь... Ты можешь потом там... С блинком выходить... Напрягать его... Ты можешь 4 занимать... Там в шторм выходить... Все что угодно делать... Просто продолжать атаку... Тупо делать... И иметь... Преимущество по грейдам... Колоссальное... У Стрэнджа Нексус... После гейта... У Бла... Между прочим... Лингис Мэйна здесь... Ну... К этому надо привыкнуть... Просто... Уверчаж... 50... Когда 25 энергии стоил... Уверчаж... Не спорю... Просто... Ставь... Пилоны... И там нормально все было... Но... С... Вот таким... Уверчажем... Не очень... Мув у Блая заказан... Но мув какой-то поздний... Кстати говоря... У Блая... Он завтыкал с мувом... Только-только заказал... Это может Стрэнджу спасти... Сейчас жизнь на самом деле... Спасти игру для него... Линге прибегает... Вот... Так... Заказывает Стрэндж Зилка... А нужно ли Зилка-то уже строить? Здесь адепта надо заказать... У пробки нету... Сотки минералов... Чтобы запилить... Сейчас... Здесь... Так... Хорошо дерутся линги... Здесь Блая... Нету сотки минералов... Чтобы запилить пилон на проходе... Блая пытается лингами... Здесь что-то окружать... Зилка нужно выводить уже... Нужно несколько пробок оставить... Зилок выходит... Нормально справляется Стрэндж с обороной... Нужно ловить все... Зилка нужно на рамп поставить... Адепта добавляет Стрэндж... Лингов поймать нужно... Быстрее... Иначе они с Муфом сейчас будут... Кстати, если Блая не застыкал... У него бы уже Муф был... Стрэндж что-то не контролит... Нормально здесь почему-то... Свой Мазеркор... Вот сейчас Стрэндж может подумать... Что Муфа вообще не будет... И начать там просто агрессивно действовать... А Муфа будет... Так... Адепт сейчас выйдет... Да что-то... У Стрэнджа с контролем... Какие-то косяки пошли... На Муве за лингами бежать... Да что за хрень-то... Сократи ты расстояние... Так... Мазеркор на второй базе... Начинает там пилоны прикрывать... Здесь... Адепт лингов минусует... Немечку Зилка... Можно взять... Уверчаж на второй пилон выставляет... Стрэндж отлично... Нексус отобьет... По рабам пока что в плюсе... Главное чтобы здесь... Ничего не получилось... У этих двух лингов нагрызть прям слишком много... Адепт выходит... Адепт телепортирует здесь на вторую базу... Адепт за пилоном... Наваливает пилон с адептом лингом... Два пилончика хорошо стоят здесь... Третий пошел... Адепт ныкается в очередной раз... Нужно ли ему там ныкаться... Блай лингов контролит... Очень хорошо на мэне... Не дает их убить... Третий у хату ставит... 17-24 парабам... Технологии у Блая отсутствуют... Ситуация для... Стрэнджа в принципе нормальная... Но вот здесь вот проблема на рампе... Бла... Я не понимаю... Играя с Блаем тысячу раз... И просто такие... Я не знаю... Конечно Блай сильно все это исполняет... Но нужно же подстраиваться... Уметь уже... И просто такую игру отдать... Такую игру... Линги бегут и бегут... И все... И ни хрена не сделали... Да что ж это за бредка такая... Девять пробок уже минус... А теперь ГГшечка... Здесь даже если Стрэндж отобьется... Тут уже ничего не сделать будет в этой игре... Это абсолютно очевидный момент... 16-17 пробок потеряно... 8-21... Это не вариант, ребята... Кидает Стрэндж игру... Так... Яндекс увеличивает на 689... Вот такую... А... Хочет Яндекс сделать красивую циферку, видимо... Вот... Призовой... Руины Сереса... Следующая карта... Ну что... Я критикую Стрэндж... На самом деле Стрэндж круто сейчас играет... Но... Хотелось бы... Чтобы вот таких как бы... У него как раз таки исполнение... Это сильная сторона... Ошибки какие-то странные сегодня... Вот может быть лучше... Конечно вчера... Ну конечно лучше вчера было отыграть... Но... Мы пошли навстречу два... Довольно перевода... Уг Miriam... Какой��... Очень довольны все оценки... Какой hockey рак, я думаю... собиралась... Их Верили где-либо говоря... Вот... Продолжение следует... Так, не надо провоцировать никого Потому что этот, как ты выразился Игрок тебя воробрил Все-таки Ну а была исчезы заходят Ну что, через Гейт опять Стрэндж играет Гейт Нексус, видимо, будет Ну вот сейчас в этой игре уже Стрэндж отбился Просто вот эти линги, которые были на мэйне Стрэнджу нужно было вот эти пять штук сконцентрировать на них Внимание, почему? Потому что пока у них не было мува Нужно мазеркорам было как этим яйцом контролить И на муве их пив-пив-пив просто делать Всех сбрить к чертям, чтоб они не напрягали И не тратить мультитаск свой Точнее, чтобы вообще мультитаск не применять Чтобы не контролить на два направления А чтобы контролить просто уже около второй базы Тогда бы такого врыва точно на рампу бы не получилось У Блая Но Стрэндж вовремя лингов не подрезал Такая хрень в итоге и случилась Здесь у нас опять же Блая играет с мува С мэйна, простите С мувом линги будут Так, добавляет Стрэндж Смотрите, Стрэндж не нашел Блая И решил, что нахрен в этой игре Нафиг все эти сюрпризы блаевские Сделаю-ка я вот так вот понадежнее Едет вперед и сейчас лингов спалят Да, палят лингов Блая уже пытается пробку подрезать Заходит пробка к Блаю И так К Блаю И не спалит Стрэндж, что там хата будет Зилок вышел, но в принципе у Стрэндж Здесь надежный билл в этот раз Так, что пробок с перебором на газ направил Стрэндж Прибегает Блайлингами Убегает Блайлингами Адепт вышел, адепт разберет все Второй гейт А вот это уже интересно Это как я думал Это Вердоса какая-то разработка А Вердос сам признался, что наоборот У Стрэнджа ее взял И у Вердоса я замечал, что она работает Очень неплохо Сегодня, кстати, Вердос мог быть изи в полуфинале Но не смог он быть в полуфинале Потому что Ханфи в итоге отдался Хотя там игра была победная Просто очень сильно Победная Один адепт контролит мейн Третий гейт у Стрэнджа Будет ли Блай Роуч Ворон добавлять Чтобы это все принять? Я думаю, что Блай не будет так экспериментировать К Ханфи, например, против Вердоса И скорее всего он добавит Роуч Ворон Провоцирует всех Завязывайте Так, пытается пробку уйти Блай ее забревает Ну, что за хрень? Никсу Стрэнджа не запилил Но сейчас он зато 3 адепта еще доварпит И пойдет к Глаю Блай ставит Роуч Ворон Карта гигантская Единственное, что меня здесь беспокоит Карта просто гигантская Адептами пора вперед идти Блай видит этот выход вперед адептами Нексус заказывает Стрэндж тем временем Адепты телепортик делают Ну, Нексус надо прикрыть Мазеркором Оверчаж нужно выставлять будет сейчас Почему вердосы они к рейл? Потому что когда вердос рейл, он другой человек Сделал ребрендинг Сильно горел его вердоса Теперь рейл у него меньше горит Но мы-то знаем, что это вердоса А это правильно, что исправился Так, 6 Роучей заказано Как же долго Стрэндж сюда заходит Блин, дичь Врывается прямо в минеральную линию сейчас Стрэндж Так, телепортируется Линги приходят Лингов адепты просто разваливаются Мясо Три дрона уже минус Телепортик на мейн Пришел 11 Роучей Ублая заказана Адептов, конечно, лучше всех не отдавать Здесь, ну, всех Стрэнджей не отдаст Абсолютно естественно Телепорт нужно делать сейчас Отсюда с мейна куда-то Потому что Роучи уже разбирают неплохо Ну, дрону хорошо Стрэндж, кстати, откопился тут Телепорт на второй На второй очень много Роучей Нужно телепортик сделать Адепт пытается уйти Но это минус адепты Блая больше лимита Но Стрэнджи рабочих уже побольше И делается блинг Я не знаю, спасет ли, правда, Стрэнджи Ой, едва адепта зашли Они хоть и вмясо дэмэдженные все Но еще три дрона успели минуснуть Хороший контроль со стороны Стрэнджи был У Блая 12 Роучей Он пытается делать выход сейчас И есть мув лингом Нужно лингов дозаказывать Чтобы выход получился Так, блинг делается Все, что есть у Стрэнджи Это сейчас Так, 2 СН3 3 СН3 Адепт Дилок 2 сталкера Да, 12 Роучей встретит нормально Стрэндж здесь все окей будет Я уверен Не успел Стрэнджи Сфилды поставить Нужно было, конечно же, отжать Парочку Роучей Тройку Это было бы Хорошим вариантом для Стрэнджи Пролетает Проверяет Что происходит Ну иллюзию Не надо так терять Нужно лейр бы спалить Ну что-то встал-то Стрэнджи Ну ё-моё Тайм лейр не увидел в итоге В общем происходит Я не понимаю Всё Третий Нексус Тая Стрэндж Ну вот после этого Врыва адепта Посмотрите Который убил 14 дронов Стрэндж Всё равно позади Ну потому что этот билд Слишком такой Ну однобазовый Просто по макро В итоге всё равно всё плохо Причём Стрэндж как-то долго шёл сюда То есть там Роучи уже появились Ну ещё не всё потеряно Хотя я насколько понимаю Блай собирается Роучи И подпушить Четвёртую хату ставят На четвёртой Нет Это где? Это на третьей два газа На четвёртой тоже наверное Сейчас два газа впилят То есть это свитч ещё и в мутку будет Как я понимаю Который Стрэндж прекрасно видел И сейчас так Роучи начнут врываться Ну вот от Роучи кстати Стрэндж У него достаточно юнитов Чтобы отбиться Гейты правда не успел Вот один сейчас добавлю Так Гейты три здесь Три строятся Шесть будет скоро Призма у Стрэнджа делается То есть он собирается выход Под мутку делать Сколько я понимаю Ченджлинга Блайя Оставляет на Ксилнаге Стрэндж прекрасно видит Что к нему тут врыв идёт Один Роуч минус Что-то в призму Зачем Стрэндж сталкера посадил Гейты открыл уже Да не надо лезть вперёд Какой-то Стрэндж лезет Пилдов тратит просто немеренно Блайя уже пытается обойти здесь С этой части Роучи Обходят Стрэндж Где филды то ещё Хорошие ещё филды пошли Призмы контролят великолепно Под блинг великолепно Лимиты сравниваются Вот после такого врыва Нужно сразу же контратаку делать Стрэнджу на призме Почему? Потому что он сейчас тайминг Просто мутки собьёт Оппоненту своему Здесь нужно ченджлинга убить Ченджлинга убил Давай Сталкера пошёл 114-128 Всё идём вперёд И апсервер есть Есть чем выбить крип Короче говоря Тайминг атаки Для Стрэнджа Получается очень крутой Нужно просто варпать Юнитов сейчас вовремя Правда гейтов Правда гейтов 6 всего Вот это меня беспокоит Конечно очень сильно Что гейтов так мало Довар пошёл А Стрэнджа 48-126 Ещё у Сентри энергии Очень много было потрачено На оборону Гвардиан врубается Сейчас Фаерболы от Блая пошли Но они не попадают Никуда фактически Грейтов у Блая нету Всё вот пришёл Энергии у Сентри нет И всё Нормально не подраться Стрэнджа Сентри потерять можно сейчас Спасает В призме Сентри Стрэндж Уходит Третий Нексус добывается Здесь уже пятая хата И Блай даже вот после этого всего Неудачного вруба Стрэнджа Всё равно может свич сделать В мутку хорошей Пытается Стрэндж Кстати сейчас на мейн ворваться Насколько я вижу Блай что-то видит Нет, Блай ничего не видит Сталкеры на Так, переблинкивают сталкеры вниз Нужно призму заводить сюда Так, Стрэндж Так, блинкается Стрэндж наверх Где призма-то летает? А где призма-то? Я ещё не понял Призму домой Что происходит Стрэндж Ты чё творишь? Призму домой увёл Спайер минус ну Хорош Стрэндж Потому что спайер минус ну Вообще замечательно Муталисков всего 9 штук будет Нужно уходить вниз сейчас Там, кстати, мало юнитов внизу Что делает Стрэндж вообще? Похвалил Стрэнджа Похвалил Стрэнджа И Стрэндж на мейне тут просто разваливается Ну хоть реводеров поспустил И то хорошо Уходит вниз Все, что нужно было сделать Стрэнджу Все, что нужно было не потерять этих сталков То есть просто уйти вниз Там три юнита крестом было Он бы наоборот на халяву бы их просто забирал бы Блая восстанавливает спайер 96 на 160 по лимиту Все штормовички появляются Это будут архоны Вот только похвалил Сразу же, блин Дичь Причём если призма сюда прилетела Хоть фаерболы филды избивают Но можно ведь новый филд на место ставить Фаерболы упавшего И будет всё окей Блая восстанавливает спайер Скоро спайер начнёт работать И вот мутку Стрэнджу нечем отбивать будет Опять же, хотя фотонок он добавляет Третью атаку делает Блай вообще без грейдов Без единого грейда играет Собирается делать врыв И кстати вот эту хрень Стрэндж в хлам На самом деле расконтролить может Линги приходит Но Нексус четвёртый Блай сейчас отменит Это тоже не очень на самом деле Для Стрэнджа Вот он врывается Окружает Нужно блин вперёд уже стал Хотя нет блин вперёд Не надо спешить Блинки вперёд Это такая вещь С которой лучше не спешить Как вы знаете Нексус восстанавливает Опять Стрэндж по лимиту Печаль Муталистов восемнадцать штук Уже здесь у нас Призма прилетает Минус призма Взелков варп не прокатывает Старгейд строится Так Опять Здесь что на Мэниу Стрэнджа? На Мэниу Стрэнджа две фотонки Уверчажа нужно выставлять Раз уверчаж Два уверчаж Три уверчаж Четыре уверчажа Хорош Нормально Муталистов надэмэджил Так Шторм Стрэндж не успевает сделать Здесь прилетает мутка На Мэниу обороны нету просто от муталистов Да пару архонов Хотя бы здесь запилить И то хорошо Доварп сталкеров Хорош 130 лимита Стрэнджа Там сколько-то бла Не знаю Сталкеры доварпились Ну под мутку Лезть смысла я не вижу Четвертый нексус в это время Блай на изичах Отменяет Стрэнджу Развод муталистов Идет Ну с трех баст под штормом Можно будет выйти У Блая люра конечно будет в перспективе Ну какие выходы тут 130 Вот Ну не знаю Может быть и можно будет Но Феникса я считаю Если ты делаешь землю и шторм уже Нахрена ты делаешь Фениксов Вот это вопрос Просто очень серьезный Так здесь фаербулы пошли Стрэндж не может вперед пойти Блай хорошо контролит Два направления сейчас Очень хорошо Мультитаск хороший Я думаю что даже не нужно Стрэнджу сейчас никуда идти Ему четвертый нужно занимать Как он и занимал У него колоссальное преимущество По апгрейдам сейчас Вот Так Зелки пошли к Блаю на пятую базу Кстати говоря Он только лингов ведет Сейчас отбиваться На мэне Есть сталкер Есть феникс И флитбикон делает Сейчас зелки наломываются Ну дряк не дерется Стрэндж с лингами Вот развернулся Начал драться Лингов за два удара минусует Зелки конечно премиатах И Блай всех видит Тут разбирает лингов Стрэндж простите Блай Запас скопился Определенный ресурсов Здесь мутка ломится Фениксы есть Вот опять же Настроил стрэндж феникс И что Они ни хрена не помогают То есть сейчас Стрэндж сделал вложение Бесполезно 18 мутальсков И еще 126 лимит стрэндж Не может никак отмастить Он лимит свой С мэйна нужно переводить А в одном газе 200 200 газа осталось Нужно восстанавливать Никто Додобыть точнее 2200 на 500 У Блая Второй куголь Вторая атака Уникально играет На армор ультралом Собирается муткой Шатать сейчас В очередной раз Блай Кстати уже скоро Рейндж с Фениксом Будет готов Здесь Врыв на четвертую базу Стрэндж два шторма Тратит Четвертую отбить Фениксов Отдает до готовности Рейнджа Просто Стрэндж И покидает игру Великолепный Врыв от Блая Ну вот против Блаяского стиля Стрэнджа Не получается Не идет игра Почему Не знаю почему Так что у нас там На этом Тинг турнире то 32 минуты до него Стрэндж Ну как, учитывая, что Блаймасил Муту, конечно, да, Фениксы были бы Нормальным вложением, если бы Четвертый Нексус Смог занять Стрейдж, тогда Фениксы Были бы нормальные, с трех баз Там как бы без шансов получилось Продолжение следует...